5 октября в России отмечают День учителя. Трудно переоценить важность педагогов в жизни подрастающего поколения. В Химкинской школе «Лидер» наградили работников образовательных учреждений. Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский тепло поздравил всех собравшихся с праздником. Приветственные слова звучали из уст активистов «Единой России» – муниципальных депутатов Юлии Ишковой, Юлии Мамай, Натальи Коныгиной. К поздравлениям присоединились и почетные гости. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Профессия педагога особая. Мы все проходим через руки педагогов. И мы, и наши родители, и наши дети, и наши внуки. Профессия действительно уникальна и очень часто говорят, что это служение. Просто так человек эту профессию не выберет. Трепетный и приятный момент праздника – награждение педагогов. В День учителя вручили почетные грамоты и благодарственные письма, в том числе от Министерства просвещения Российской Федерации и других ведомств. Учитель начальных классов школы-лидер Екатерина Поликарпова рассказала, за что любит свою профессию. Профессия более 12 лет. Я люблю свою профессию за то, что я могу менять мышление детей, могу направить их, как мне кажется, на правильный путь. Я могу их учить добро. Современный педагог прежде всего должен любить детей. Учителей поздравили не только почетные гости, но и творческие коллективы. Душевные песни и хореографические номера были посвящены золотой школьной паре. За плодотворный труд и успешную работу наградили учителя логопеда школы номер 19 Галию Богатыреву. Она – потомственный педагог. Работу выбрала, потому что моя мама тоже была воспитателем очень много лет. Она мой наставник, мой вдохновитель. Поэтому я работаю по призванию, скажем так. 2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен годом педагога и наставника. Миссия года – признание особого статуса педагогических работников. Начальник управления по образованию городского округа Химки Ирина Болгова отметила, что в школах округа трудятся самые высококвалифицированные учителя и воспитатели. Среди наших педагогов более половины имеют высшую категорию. Еще 30% педагогов имеют первую категорию. Очень много молодых специалистов. Ранее на форуме педагогов Подмосковья 2023 опубликовали рейтинг лучших школ, гимназий и лицеев региона, в который вошли 16 образовательных учреждений из Химок. Юные химчане в надежных руках лучших педагогов и наставников. Естественно, я считаю, что это праздник каждого жителя, каждого человека, потому что все мы так или иначе когда-то проходили свой путь через учителей. Благодарю вас! Учителя! Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.